друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и герой сегодняшнего полноценного обзора это флагманское устройство от компании samsung samsung s21 плюс 5g данный телефончик у меня в можно сказать минимальной комплектации 8 128 и надо сказать что я бы порекомендовал вам брать версию все-таки на 256 гигов здесь у нас нет возможности расширить внутреннее хранилище у нас sim лоточек только под сим-карты а учитывая то когда данный телефон пишет видео и как он фотографирует я думаю что вы захотите снимать очень и очень много также здесь у нас естественно поддерживается 8к видео подобное видео занимает очень много места а так как расширить память и вы не сможете то и поместится его очень и очень мало в остальном же устройство действительно флагманское и действительно крутое шикарнейшие у нас здесь динамик amoled экран 120 герц картинка на экране выглядит потрясающе она выглядит очень реалистично смотреть фильмы здесь смотреть фотографии одно удовольствие но и естественно игроманы получат огромное удовольствие играя в игрушки экран действительно очень и очень шикарный аккумулятор здесь на 4800 миллиампер и вот его то здесь у нас постоянно не хватает понятное дело что если использовать данное устройство чисто как скажем так телефон звоните немножко соцсетей немножко интернета немножко того сего то где-то на полтора два дня ну два дня с натяжкой вам его хватит но данное устройство обладает мощным процессором exynos 200 и вам постоянно будет хотеться играть в игрушки писать видео 4к 60 кадров 8к пробовать в общем вы не будете выпускать этот смартфон из рук потому что он способен очень и очень намного и вот в таком жестком режиме вам придется заряжать этот телефон реально каждый вечер а учитывая то что в комплекте здесь у нас зарядное устройство нету только провод вам придется озаботиться покупкой либо же зарядного быстрого устройства либо же беспроводной зарядки но беспроводной заряд здесь естественно поддерживается в общем телефончик надо сказать довольно производительный давайте посмотрим на примеры тестов которые я сделал samsung s21 является флагманским устройством и вы естественно должны будете готовы выложить достаточно большую сумму если захотите его приобрести на текущий момент времени это можно сделать где-то от 65 тысяч рублей за версию 128 гигабайт но я бы все-таки рекомендовал присмотреться к версии на 256 тем более что разница в цене во многих магазинах не существенная а учитывая то что здесь у нас хранилище расширить с помощью sd-карты никак нельзя а смартфон пишет шикарнейшее видео 4к и даже 8к 256 гигов будут как никогда кстати в общем присматриваясь берите именно старшую версию exynos 200 показывает сумасшедшие цифры и они действительно лучше чем у snapdragon 865 очень мощное устройство 626 тысяч баллов и я думаю что этого смартфона хватит очень очень и очень надолго с точки зрения железа и производительности geekbench 900 баллов на одно ядро и 3220 на все ядра тоже очень хороший результат внутреннее хранилище здесь конечно скорости потрясают не каждый ssd-шник выдает подобные скорости 600 мы получили на запись и более 1 гига на чтение действительно флагманские цифры флагманского устройства но это и неудивительно учитывая то что телефон здесь у нас снимает 4к 60 кадров и 8к и он просто обязан иметь очень быстрый внутренний накопитель иначе мы банально не сможем записывать подобное видео с таким битрейтом и таким разрешением на внутреннее хранилище но и здесь как раз таки наверное и раскрывается отчасти почему sd-шка здесь у нас не представлена потому что не каждая sd-карта сможет обладать подобными скоростями и сможет принять скажем так видео 8к к себе на борт в общем может быть наверное по этой причине samsung решил sd-шку здесь и не представлять чтобы потом у потенциального пользователя не возникли вопросы какого хрена я не могу писать видео на флешку с точки зрения модуля вайфай понятное дело он двухдиапазонный и из 300 мегабит который выдает мне провайдеры я получил даже больше то есть телефон настолько крут что высосал 330 мегабит что на скачку что на загрузку это при том что провайдер выдает мне 300 в общем действительно потрясный и очень крутой результат под gps у никаких нареканий очень быстро поймал спутники единственная немножко плавала точность но меня в день когда производилась тестирование было низкая облачность вполне возможно что из-за этого но в общем никаких вопросов и претензий к телефону с точки зрения gps у меня нету моментально по моим поймал спутники высокая точность в использовании 20 спутников в общем как навигатор вы этот флагман использовать сможете без всяких проблем что касается игр поиграл немножко в call of duty немного пошпилил в асфальт 9 и на максимальнейших настройках здесь опять-таки вопросов быть не должно получил колоссальное удовольствие мало того что шикарный экран шикарный звук производительность великолепнейшая в общем игроманы будут довольны правда за какие деньги вот в чем вопрос довольно таки не мало и но в общем давайте посмотрим как здесь идут игрушки и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что касается камеры. Камера здесь волшебная. Она действительно просто сумасшедшие фото нам делает. Мало того, что здесь основной модуль прекрасный, здесь прекраснейший же ширик и есть возможность оптического зума трехкратного. Мы можем действительно очень-очень хорошо приблизиться и рассмотреть какие-то детали, которые мы хотели бы увидеть. По модулю здесь вопросов нету. Как и при съемке на улице, причем вот с оптическим увеличением, так и при съемке в помещении. В общем, одни только радужные и позитивные эмоции. С точки зрения видео, 4К у нас присутствует, 30 и 60 кадров, присутствует оптическая стабилизация, картинка получается очень плавной, очень четкой. Шикарно отрабатывают микрофон, и вы получаете и картинку, и отличнейший звук. Понятное дело, что номинально здесь у нас есть 8К, но смотреть это 8К вы сможете только на телефоне, потому что не каждый ноутбук и компьютер его потянет. Допустим, мой рабочий ноутбук банально не справляется с 8К видео, я не могу его посмотреть, оно получается очень-очень рваным. Я, естественно, к этому видео приложу ссылочку на 8К, который я снял, и вы при желании сможете уже самостоятельно посмотреть его у себя на компьютере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а сейчас я снимаю в помещении в 4К, и вот такая картиночка нас ожидает. Работает сейчас оптическая стабилизация. Реально очень классная картинка, очень детализированная. Так что в помещении снимать нужно либо Full HD 30 кадров, либо включайте 4К. Samsung S21, съемка на улице. В 4К работает стабилизация у нас. Картинка очень плавная, очень четкая. Цветопередача отличная. Камера прекрасно отрабатывает как баланс белого, так и экспозицию. Вот таким образом все выглядит. Причем во время видеозаписи можно включить зум. Сейчас вот это вот включено тройное увеличение. Возвращаемся обратно. И можно включить широкий угол. Все это во время записи. Вот он широкий угол. И возвращаемся обратно. Очень здорово отрабатывает камера. Действительно, картинка очень четкая и очень плавная. Но все-таки видно, конечно, что это флагман. И работает он с модулем камеры на 5 с плюсом. Съемка на фронтальную камеру Samsung S21+. Съемка в 4К 30 кадров в секунду. И фронтальная камера умеет снимать 4К 60 кадров в секунду. 8К, конечно же, ей не подвластно, как основному модулю. Но для вас снимать в 8К я не буду. По той простой причине, что продемонстрировать вам это видео я не смогу. Ну, вернее как, я сниму один клип, приложу его к описанию видео и, пожалуйста, смотрите. Вот, потому что мне, к сожалению, просматривать подобное видео негде. Ибо мое железо не потянет его. Ну и, естественно, я думаю, что у 99% всех тех, кто пользуется смартфонами, тоже не будет возможности подобное видео нигде посмотреть. В общем, что я могу сказать и как резюмировать. Это действительно фотофлагман и один из лучших фотомодулей на текущий момент. И один из лучших, которые я, в принципе, тестировал и которые держал в руках. Я даже скажу чуть больше. У меня два фотоаппарата, которые, ну, не знаю, если бы у меня был подобный телефон лично, я бы, наверное, уже забросил на полку. Потому что фотки на улице в хороший день здесь получаются очень высокого уровня. В общем, не зря и не даром Samsung просит такие большие деньги за подобное устройство. Телефончик действительно не дешевый. Минимум 65-67 тысяч рублей за него просят. Понятное дело, что можно попытаться найти неофициальные, скажем так, неофициальные поставки. Серые где-то в районе 60. Но, тем не менее, это все равно довольно дорого за подобное устройство. Я понимаю, что многие, скажем так, готовы покупать телефоны за 60-70 тысяч рублей, а потом используют в течение двух-трех лет. И это получается инвестиция надолго. Зато вы получаете сразу же супермощное устройство, которое не устареет и не перестанет быть актуальным и через полтора, два и даже три года. Вот с этим телефоном, я думаю, такая ситуация и будет. Поэтому, если вы готовы заплатить такие деньги, но в обмен готовы же получить наишикарнейшее железо, суперпроизводительность и великолепнейшие камеры, то данный смартфон, конечно же, имеет смысл покупать. Но, я бы все-таки на вашем месте взял версию на 256 гигабайт, чтобы хватило на 4К и 8К видео. Ну что ж, друзья, вот такой вот обзор у нас получился. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк этому видео. Ну и подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Ну а я буду с вами прощаться. С вами был Айс. Всем пока.